Исламское государство лишилось значительной части своих доходов. Об этом сообщает влиятельная газета Washington Post. Произошло это во многом благодаря усилиям нашей страны, которые наносят авиаудары по позициям, запрещенные во многих странах, в том числе и в России, террористической группировке. Боевики несут серьезные потери, отступают, теряя захваченные территории, а вместе с ними и источники дохода. У Исламского государства остается все меньше военных трофеев, из которых боевики могли бы извлекать прибыль, таких как нефтяные месторождения, конфискованные собственности, пленники, за которых можно потребовать выкуп. Издание отмечает, только на продаже нефти ИГИЛ зарабатывает, по некоторым данным, от 1 до 1,5 миллионов долларов в день. Но складывающаяся ситуация заставляет террористов искать запасные аэродромы. Исламисты активизировались в Афганистане. Сегодня стало известно о переходе под их контроль одной из провинций страны. Есть информация о том, что в качестве плацдарма боевики рассматривают Ливию. Возможно, как раз угроза усиления влияния исламского государства доставила там сесть за стол переговоров непримиримых врагов, заседающие в Триполи всеобщенациональный конгресс и признанное международным сообществом Временное правительство. В Табруке договорились об основных принципах урегулирования конфликта и избрании Временного президента. Редактор субтитров А.Семкин